Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ласта Фуари Беларусь, я Ласта Фуари, конечно же мы продолжаем заканчивать Battleground 42, модификация Battlefield 42 тоже, которая посвящена событиям таким расширенным около Второй мировой войны, здесь августовский шторм, который собственно представляет наши потери, да, ну не совсем потери, а скорее продвижение в японские территории. Со стороны Советского Союза на этот раз, а не только одних американцев, канадцев, и конечно же мы продвигаемся довольно неплохими темпами, во всякую там Корею, Маньчжурию, прилегающие территории, и продвигаемся довольно неплохо, ну давайте посмотрим, у нас здесь такая вот прибрежная территория, островки, окей, ну не то чтобы большая территория, честно говоря, значит будет довольно много народа и плотно. Я не вполне уверен, что мне инженер здесь поможет, но я рискну все-таки, и посмотрим. Окей, хорошо, я успел занять танк, но это неплохо. Попробуем вырваться как-нибудь, а это не танк. Ну это тоже, в принципе, неплохо, но гораздо менее неплохо. Можно, хай. Ну что же, товарищ, может я тебя задавлю? Привет. Или вот так. Да, людей действительно много. Не завезли. У меня пулемет, к сожалению. И, да, ИСУ-1502, в принципе, неудивительно. Можете, я бы как-нибудь и отдельно пошел бы, без танка. Ну-ка, хотя бы здесь броня есть, так что не совсем уж пустую. Да, вот грузовичевый взорвал тоже хорошо. Привет. Неплохая штука. Теперь мы пройдем сюда, может быть. Хай. Я не совсем уверен, что я тебя могу. Могу я. Может, показательный как-то приходить. Здесь слишком яркая какая-то то ли плакат, то ли карта. Окей, что-то мне этот пригород напоминает. Может быть, мне кажется, но я играл уже в настолько большое количество карт, что я даже и не до конца уверен. Что мне, что напоминает. Окей. Хорошо, давайте я сам взорву, чтобы она освободилась, и мы посмотрим. Что-то у нас одни самоходки жарятся потихоньку, и спавнятся. О, я думаю, что происходит. Ты нижняя черта за всеми этими заговораживающими дебрями. О, минуту-минуту, а то я медленно поворачиваюсь. Куда вы, сударь? Ты куда я, сударь? Ты чей будешь? Ты наш будешь. Ну только... Меня напрягает вот это. У меня ружьвайка не самая такая мощная. К сожалению. Ага, да, это печально, конечно. Может, у нас еще час заспавнится? Ну, не совсем нет. А, хар. Спею? Раз. Двадц. Даже удивительно, что точку не захватили до сих пор. Хотя, это ненадолго, я застрял за почками. Это печально. Окей, ну, в принципе, зря я, конечно, не медика взял, раз уж я все равно здесь. Где-то здесь было орудие, судя по карте, но я, наверное, вряд ли день доберусь. Окей. Проклеятие. Пошел нахрен сну. А успели я... Не знаю, не знаю, не знаю. Это сомнительно, но... Все-таки возможно. Окей, ты можешь гореть дальше. И вот наша подмога, которая, ну, так как себе помогает, честно говоря. Что у нас здесь? Тоже атака. Окей, граждане. Мюзицинские припасы у меня, наверное, не положены. Но, по крайней мере, мы отхватили позиции тоже, наверное, ненадолго. Так. Окей. Добежим, добежим, добежим. Добежали. Тоже подозреваю, не сильно надолго. Пока. Разбросали пехоту. Вам тоже пока. Мне вряд ли суждено пройти дальше, потому что реально многовато людей. Я за что-то цепляюсь, я не знаю, что это цепляюсь. Окей. Проехали. Посмотрим. Я хотел бы хотя бы чуть-чуть попытаться выдвинуться. Пардон, ребята, но два их против одного нашего она стоила, я думаю. А... А... Твои... То здесь у них спавн, и может быть, я бы хотя бы как-то его заблокировал чуть-чуть. Как вы думаете. Так. Здрасте, ребята, вы меня можете закидать гранатами, или еще чем нехорошим. Я этого понимаю, конечно, но что же делать. Это мой лучший вариант. И мой лучший вариант, он не то чтобы очень хорош, но... Давайте я напоследок грузовик, что ли, закидаю. Окей. Где мы, как мы? А, вот мы, как мы. Тоже, наверное, ненадолго. Но... Раз граната. Так. Так. Ух. Гранаты за гранатой. Прямо, какие у мастера. Пошел нахрен отсюда. Привет. Ага. Как вы, ребята? Я как-то это захватил. Удивительно. А... Можно? Нет, слишком близко находится. Может, я по касательной... Миллспей. Наступил противник, к сожалению. И это, конечно, не здорово. Посмотрим, куда меня отбросило. Сюда меня отбросило. Я... Пробую продвинуться туда и сделать что-нибудь полезное. Но посмотрим, как у меня это получится или не получится. Я взял инженера снова, кстати говоря. Немножко починим тарантас. Тарантас, потому что все-таки на колесах. Но хотя... Оно не то, чтобы очень передвижное, но хотя бы поворотное. Посмотрим. Может быть, от этого орудия небольшого, 47 миллиметров, но все-таки... Будет какой-то толк. Чтобы она хотя бы в нужную сторону целилась. Если ребята начнут шалить. Мне хотелось бы тикет-биди перетянуть на свою сторону. О-о-о. Подвигаются ребята. Я не хотел бы отсвечивать, не поймите меня неправильно. Но с другой стороны, я не хотел бы просто ждать на месте. Окей, танк взорвался. Без моей помощи, но это не устраивает. Ух. Да. Тут пошива. Простреливается все, что еще. Вот нам бы сейчас легкие танки какие-нибудь. Окей, я перевалюсь за склон, чтобы меня не сразу так можно... было увидеться. И может быть, я как-нибудь прокрадусь где-нибудь здесь. Если мне позволит удача и не до конца кривые руки. Посмотрим, что у нас происходит и как. Смогу ли я это временно захватить и, может быть, спаунивать себя. Да, смогу. Посмотрим. Произойдет ли вообще это? Правда? Ага, хорошо. Эти просто стоят, и я не знаю, чем они занимаются. Окей, ребята. Ну не то, чтобы окей, но... Здесь есть проход как бы... Я не знаю, чем... Может стрелять, а то здесь под навесом. Теоретически она бы клипалась через сеточку. Но посмотрим. Ага. Хай. Я вас тоже очень люблю. Мне бы хоть штопы на джип, чтобы проще было сюда заезжать, но... Неслиба. Хай. Я думаю, можно было бы мины хотя бы разбросать. Так. Хорошо. Я не совсем уверен, куда она там могла упасть. И не взорву я себя сам. С такого расстояния. Но... Нормально. Конечно, взорвать я его не взорвал, но... Че, двигаешься? Привет. Лови. Как будто бы у нас... Еще. Нет? Мало. Третье есть. Оно вроде рядом взрывается. И хорошо взрывается, но... Видите, что этот засранец даже не дымится. О, а вот теперь дымится. По виду... Танк совершенно не серьезно. Нападишь ты. Рочность... Сколько угодно. Окей. На этот раз я себя чуть-чуть взорвал. Но зато и он... Горит. Соблазнительно. Ага. Хорошо пошло. Ух ты. Так. Это я, конечно, зря. Но... Смотрим. Здесь есть небольшой заболчик. Порваю, что может быть здесь пролезан. Камушки. Это не очень хорошо. Потому что это значит, что это тупик. Я то, что захватил... Оно с нами. Хорошо. Пока что... Силы, как видите... Не в наше пользу. Ну, как обычно. Как почти всегда. И домик тоже туда не залезешь. Он такой декоративный здесь, к сожалению, вышел. У меня, по-моему, Нелин, ничего не осталось уже. Окей. Давайте перезарядим хотя бы наши патроны. Которые мне не помогут. И... Может быть... Куда тут? Вверх? Может, краешком каким-нибудь мы... Куда-нибудь вклинимся в домичек. Ага. Здорово. Здорово, это хорошо. Замечательно. Теперь бы еще боеприпасы. Еще хотел бы плакаты втыкать. Че там вообще нарисовано написано? То есть такого расстояния не очень вижу. Ага. Так, я не успел. Ага, закончилось. Ну ладно. Так. Ага. Здесь другое есть. Проход. На другую сторону. Нет. Здрасте. Вы меня не видели, правда? Удивительно. Пейзажи прямо неплохие, я скажу, что... Острова мне эти нравятся. И в плане... Разницы высоты, и... Ландшафт, и домики... Такие достаточно неплохие, детализированные. Нехарактерные для модов бутылфилских. Можно я хотя бы какую-нибудь пехоту подстрелю? Там мы в порядке играем. О, да, можно. Спасибо, чуваки. Мне уже скучно стало. Ай. Али, у меня не заперли. Один танк? По-моему, здесь не один. Да, он здесь совершенно точно не один. А, да, у меня нет ни хрена. А винтовкой танк не... Танк, наверное, не заговыряешь. Как вы думаете? В том домике есть патроны, но я... Типа могу сдохнуть, но... У меня выбор-то нет. Окей, ребята, броневичок есть, но он убежал. Это, конечно, печально. У нас есть другой броневичок, похуже. И у нас есть другое направление, которое я совершенно как-то забыл. Но выпало у меня из головы. Давайте мы туда поедем. Ну, или, по крайней мере, попытаемся. В какую-то странную сторону направленную на шарути. Правда? Или, может, она не совсем наша? Но, в любом случае, поехали. Брога здесь не вижу. Они спавняются, видимо, в других местах. И зря, честно говоря. Припаркуемся, подождем. Окей. Это было слишком просто, но окей. Дальше ты поедешь сам, а я возьму вот это. Так. Мне проще сориентироваться будет от третьей улицам, наверное. Хотя, когда мне потребуется переключиться, нужно клавишу C нажать больше одного раза. Окей. Вы как-то не отправляетесь, ребята. Ну, я надеюсь, исправитесь. Надеюсь, да я надеюсь, да справлюсь сюда вряд ли. Но шансы не исключены, скажем так. И давайте мы завернем за угол. И я посмотрю, как бы мне наверх, наверное, на холме, даст ли по рельефу. Здесь местами чуть-чуть перегорожена дорожка, но вроде бы не до конца. Так, так, так. Приближаемся к интересному месту. Но плаката, наверное, мы посмотрим вряд ли. Ух. Вот это плохо. У меня тут пулеметный танк, который, ну, не то чтобы плохой, но только против танков не поможет. Ну, так, конечно, ситуацию под контроль не поставишь. Ладно, посмотрим. Окей. Может, ты тоже пулеметный? Нет, ты не пулеметный. Ух, что происходит? Где происходит? Я не вижу. Вы, ребята, гордо горите. Интересно, зачем? Давайте вы не будете гореть. Ну, по крайней мере, пока что. Окей. Чинитесь. Не совсем чинитесь. Что вообще происходит и где? Че у нас поехало? Что-то у нас безданно поехало. Где засранцы наши? Кого-то мы расстреляли? Ага. Ага. Вот эти ребята вроде бы шалят. Можно я проеду чуть-чуть больше. Окей. Да, неаккуратно туда. Не прилетел гранат. Так, еще раз. У нас остались какие-нибудь средства. Ну, не то, чтобы очень. Что можно сделать в сложившихся в условиях. Не очень много чего. Так, они там стреляют потихоньку. Ну, я хотя бы чуть-чуть подержу. Чуть-чуть. До танка я, наверное, не успею добраться, пока... Не сядет кто-нибудь еще. Но никогда не знаешь заранее. Так что я чуть-чуть с ума сбродничаю. Конечно, но... Так, а вот здесь пулемета нет. Либо одно, либо другое. Значательно. Можно? Да, можно. И... Привет. И... Еще привет. Так, нет, мимо. Да, его переехали. Нормально. Куда мне нужно ехать? Мне туда нужно ехать. Еще. Так. А вот и флажек. Еще один. Нет, это просто кустик. У нас есть плакаты другие. Вы можете на паузу поставить и смотреть. За японское будущее. Видимо, они ратуют. Но почему-то не в Японии. Вот и второй плакат, который мы тоже можем посмотреть вдоволь. Пока здесь ситуация чуть-чуть стабилизировалась. У них еще есть точки. Да. Кто? Подом? А, это вы заспавнились внутри меня, что ли? Я не знаю, как он умеет. Меня не спрашивайте. Я вообще не в курсе. Мы красным знаменем окрасили флаг. Давайте посмотрим. Я иероглифы не читаю. Ни японские, ни какие-либо еще. Но вот, если надо, то... Есть у вас возможность. Куда мы дальше направимся? Мы слили одну точку. Ну что же. Это всего лишь одна точка. Поэтому мы поедем вперед. И может быть нам на этот раз удача больше будет сопутствовать, хотя пешим гарантией. Окей, еще раз подъехали к месту. Те же знакомые, значит, святыни, домики и прочее счастье. И на этот раз посмотрим, кто нам встретится. Ага, да, нормально. Против пехоты, конечно, мы так особо не помоеваем. Но, по крайней мере, танки вражеские. И мы немножко прорезим. Кто там еще есть? Вроде бы я кого-то видел. Да, что-то определенное есть. Потом... Ага. Я хотел с вами познакомиться чуть-чуть более близко. Хай. Вы меня можете раздолбать, только довольно небыстро. Так. Так. Нет, не так. Куда я побежал? Ну как? Я тебя не очень... Могу. Как-нибудь сиздали, может быть. Вот-вот. Так. Да. После некоторых усилий. Сзади, кстати, никого нет. Это такое тоже может остаться. Вроде бы нормально, но посмотрим нормально. Да. Захватили. Шо дальше? Ну, дальше вот там что-то есть. Да, через мост. Надо только сориентироваться, где... Как до него доехать. Надо было ехать. Ага. Через ворота, наверное. Ведет дорога. Да, верно. Так оно и есть. Посмотрим, куда она заворачивает. Ух ты. Она не совсем... Ну, то есть, конечно, я заехал, как обычно, в дебри. Замечательно, правда? Псех. Ну, бывает и такое. Окей. Ну, машина, конечно, это не самое плохое, что может случиться. Но это все-таки не очень хорошо. Что там у вас наступает? Еще одна точка. Ну, вы, ребята, дается. Можете слить все в кратчайшие сроки, правда? Так. Все вкусное, конечно, вы угнали. Может быть, я успею там прощемиться с другого края, как вы думаете? Если я не буду стремиться к следующей этой точке, которая сейчас нейтральная, которую я было захватил и... Ненадолго она стала, если я... Просто проеду ее... И попытаюсь ее прощемить там, где они спавнятся. А у них там есть незанятый таун. Как вы думаете, смогу ли я его заняться? Стоит, стоит поинтересоваться. Окей. Договорились. Теперь нужно занять и точку. Раз уж у нас такие позиции... Я первоначально, как я и говорил, собирался ее просто проехать, но... Блин. Когда у нас такая ситуация, просто ее проезжать... Все интересно. Нужно только сориентироваться, как мне туда повернуть. Ох, привет. Ааа... Ха! Здрасте. Теперь нужно, может, туда посмотреть, что там вообще происходит. Там, наверное, я вряд ли что сделаю, но... Ха! Кинуть-то он, конечно, успел. Но только... Это ему помогло не то, чтобы очень радикально. Что здесь и как здесь? Я, наверное, не разберусь. О, привет. Вы по склону прямо? Да, это опасно. Это опасно. У него-то калибр получше, чем у меня. Но это уже не важно, потому что очков у них не хватило. Да, даже хорошо, в принципе, я сначала сомневался, но потом решил, что действительно неплохо проявило себя отсутствие тикет-близинга, то есть автоматического уменьшения очков. Когда остается меньше половины, например, точек занятых, потому что иначе бы мы слишком быстро врага победили, а так у нас осталось достаточно времени, чтобы и с одного фланга подойти, и с другого немножко повеселиться. Карта действительно довольно интересная, и, наверное, ее размер это скорее преимущество, а не недостаток, потому что, учитывая тупизну ботов, когда они еще и распределены, размазаны по большим территориям, к сожалению, они себя в модах зачастую ведут совершенно неадекватно, или просто тупятые ничего не делают. А здесь волей-биволей какой-то экшен получается. Не знаю, чтобы замесорубка была в мультиплеере, но я и могу, думаю, поставить уверенный плюс. Мне она вполне себе нравится, и я думаю, из последних нескольких карт это лучшее, что было ваше мнение. Мы, конечно же, как всегда, можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь им в социальных сетях. С вами был Ластов Валер, с канала Ластов Валер Беларусь. До встречи в следующий раз, и спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова